всех приветствую это джейсон тиви я сергей корзон сегодня в гостях у нас генеральный директор hair style soft lab андрей голковский здравствуйте андрей добрый день очень рады вас видеть в нашей студии для начала короткая справочка обновим информацию о вас время и место рождения 17 марта 69 года город герой севастополь все правильно абсолютно два высших образования техническое финансовое когда и как получали первое это военно-морское колледж городе герой севастополя второе в москве академии казначейства и финансов после этого обновляете свое образование либо по работе временные скорее всего временные курсы тренинги точка входа в бизнес на информационных технологиях войти либо кт-бизнес как вы ее определяете девяносто наверное второй год девяносто третий год это научно-исследовательский институт министерство обороны вы работали там в аналитическом отделе этого информационного центра и дальше уже девяносто восьмое двухтысячное от министерства финансов что понять чем вы занимались до того как заняли эту должность сегодняшнюю какие еще из проектов были в вашем прошлом которых хотели бы значимое наверное все таки этот казначейство министерство финансов это становление казначейство по городу москвы очень был интересный проект я стоял можно сказать в основе его занимался краски айти обеспечением после этого были уже айти компании 2000 год западным капиталом российские компании и наверное вышли из государственной работы в частный бизнес и потом уже попал в большой холдинг эр стайл и стайл где продолжил свою карьеру на разных должностях айти директор финансовый директор просто директор вот так дорос потихонечку до генерального директора назад не звали в правительственное учреждение да наверняка звали не раз всех заметных людей в общем так или иначе зовут вопрос том соглашаются они или нет я считаю что родине отдал должную часть своей жизни отдал я думаю достойно пока и звали и разговаривали на тему но пока не тянет пока интересно заниматься бизнесом в арестов софт лаб вы с 2006 года поправьте меня если я не прав за это время ваши должности там и карьерный рост что это было я пришел арестов софт лаб на должность заместителя директора по стратегическому планированию занимался стратегии но были вопросы тактического это расширение фириальной сети взаимодействия с потенциальными заказчиками в том числе как бы искали астрологических инвесторов до 2011 года был должности зам генерального директора в единственном году был назначен должность генерального директора отвечаете за все за все в этой организации либо есть еще там совет директоров какой-нибудь президент или что как распределяются примерно обязанности тут необходимо отметить следующее в прошлом году в компанию вошли акт бы на уровне акционерного капитала большой айтих европейский холдинг с эко-групп и компания начала жить по публичным правилам да в компании если директоров есть председатель света директоров но уровне операционного управления полностью заключены в моем пригодии можете сказать в нескольких словах чем в целом занимается компания создает исключительно программные продукты исключительно для банковской деятельности либо что-то еще некоторые пиар бы компания в этом году отмечает двадцатилетие то есть 20 лет с момент образования образовалась компания в 90 как вы понимаете 90 четвертом году из маленького отдела которые разработал что называется программу самописка которая удачно выстрелила в девяносто шестом девяносто седьмом года и в этот момент доля компании на рынке составляет 30 процентов и доля не снижается то есть это доля банковского программ обеспечения в банках россии странах снг то есть это программа та самая первая программа на тоже было по поводу банковского обеспечена и с этот момент из маленького дела, образовалась компания, получила юридический статус и начала развиваться. На текущий момент в компании работает около 800 сотрудников. Компания территориально распределена в Москве, Брянске, Вологде, большой филиал в Киеве, представительство в Алматы. Вот как раз открыли в Крыму в августе месяце этого года представительство, ну или можно сказать нового филиала. А клиентами компании является там около 370 банков. Банков России и стран СНГ. Как я уже сказал, это 30% от рынка. У компании есть собственные продуктовые линейки, которые позволят обеспечить, наверное, бизнес-банка процентов на 90, не менее. Плюс компания предоставляет дополнительные услуги. Стратегия за последние три года изменилась. То есть, если раньше мы фокусировались на банке сегмента СНГ, это банки ниже 200, вы знаете, в российской банковской системе сейчас там 850 банков. И, наверное, основные наши клиенты это с 200 по 700. За последние три года мы изменили стратегию и активно выходим именно в топовые банки. Есть своя специфика, есть отдельные пожелания. И поэтому банки требуют не только проект по автоматизации программного обеспечения, а именно проект для развития бизнеса, где есть и программное обеспечение, и железо, и услуги. И компания меняет модель своего бизнеса. Сейчас поговорим об этом более подробно. Но сначала хотел бы узнать, в чем специфика программного обеспечения именно для банковской сферы. Чем эти решения отличаются от решений, скажем, в сфере торговли или в других подобных сферах? Ну, как мы знаем, код C, Delphi или Java, он одинаков для любых областей деятельности. Все начинается на уровне, на отличие, главное, на уровне бизнес-процессов. И здесь, наверное, доминирующим является для России и стран СНГ это влияние мегарегулятора под названием Центральный банк. То есть те процессы, которые, или те указания, те распоряжения, которые дает Центральный банк и, самое главное, надзорные функции, которые он выполняет, они являются уникальны, специфичны. То есть они не повторяются больше нигде, ни в металлургии, ни в торговле, ни в промышленности. Это как бы одно направление деятельности. То есть контроль регулятора. В этом главная специфика. Второе – это сами бизнес-процессы работы с клиентами. Как мы понимаем, здесь совкупность факторов. И, с одной стороны, проверка лояльности, проверка контента, пример, заемщика. А с другой стороны, это уровень безопасности информации, который должен обеспечить банковские банки или финансовые институты. Вот, наверное, два главных различия со всеми другими вопросами. То есть вы работаете исключительно на рынке банковского программного обеспечивания. И можете ли сказать, какое место занимаете и долю, примерно, на рынке в России? Третий раз. Мы занимаем уверенно 30%. Мы являемся лидером по количеству клиентов банков среди российских компаний. Ну и, наверное, в мире такое наше положение уникальное. Не самое, наверное, лучшее в этом случае. Но в пятерку, наверное, по клиентской базе мы точно входим. И, соответственно, мы входим в тройку лидеров на российском банковском рынке. Насколько монополизирован этот рынок? Ну, о монополизации говорить нельзя в условиях вообще конкуренции. Но, тем не менее, на некоторых рынках программное обеспечение настолько распылено по производителям, что о каких-то серьезных долях мировых, например, говорить не приходится. Как обстоят дела на этом рынке? В России тенденция даже не трех лет, а, наверное, пятилетняя. Это сходится к тому, что идет консолидация крупных игроков по тем или иным причинам в той или иной форме. И, можно сказать, что нет абсолютного монополиста, но есть явно выделенная тройка и пятерка лидеров. И эти тенденции, я думаю, они будут там дальше продолжаться. Вы занимаетесь поглощением более мелких компаний, в том числе и стартапов. И планируете ли это делать в будущем? У компании есть опыт приобретения, но как бы сейчас мы находимся еще в фазе, когда нас приобрели, вот еще год еще фактически, ну вернее, только-только закончился. Но у компании есть планы даже на 2014 год произвести поглощение более мелких игроков. И о планах грандиозных скажете? Первым игроком на рынке стать уверенным? Без всяких сомнений, здесь я не вижу препятствий. С международным рынком как? Собираетесь в какой-то степени выходить? Либо ограничиваетесь странами СНГ близлежащими? Не то, что ограничимся. Сейчас стратегия наша говорит о том, что потенциал рынка России и стран СНГ выше, чем, например, Восточная Европа или Азия. Про Африку далеко и, наверное, можно будет через года-два-три об этом вспомнить. Вводимые санкции, соответственно, решения правительственные, которые принимаются в России по определенному закрытию внутреннего рынка, они вам на руку совершенно очевидны? Либо это не совсем так? Не очевидно. Я повторяю, что у компании есть филиал довольно большой, около 80 человек в Киеве. И, как вы понимаете, введение санкций, напряженность с Украиной, это тоже сказывается в том числе и на бизнесе. То есть, внедренцы, которые должны делать проекты, выезжая из Киева, выезжая в Россию, они получают очень много проблем при пресечении границы. Либо, наоборот. То есть, вот это тенденция как бы там тревожная. Это, с одной стороны, западные софты должны потеснить вполне естественным образом. Да, но, с другой стороны, банковская сфера такова, что западный софт занимает даже, наверное, не проценты, занимает доли проценты. Такой явной угрозы нет. Есть нишевые решения западные, которые действительно опережают российские, но они именно нишевые. Давайте поговорим о лидере вашей продуктовой линейки. Это решение для Сбербанк Онлайн, которым вы занимаетесь уже 2-3 года. Больше 6 лет. Больше 6 лет. В чем специфика работа вот с этим крупнейшим российским банком, ну, в сравнении с банками там от второй сотни и далее? Я, наверное, в вступительной части забыл вам рассказать о продуктовой самой линейке. Поэтому ни капельки не умаляя достоинства нашего продукта Сбербанк Онлайн, я хочу отметить, что это один из наших лидеров. То есть, компания, как я говорю, помимо того, что общие фразы позволяют автоматизировать 90% банковского бизнеса, она сосредоточена на трех бизнес-линейках. Это так называемый Core Banking, то есть АБС, автоматизированные банковские системы. То есть, ядро банковской системы в любом банке. Дальше это фронтальные системы или система дистанционного банковского обслуживания и дистанционного банковского обслуживания. Как физических лиц, так и юридических. Это второе направление. И третье это так называемое BI-решение или решение на основе хранилища данных. Тогда, когда производится аналитика, отчетность, бюджетирование. То есть, это еще один слой направления бизнес-процесса в банке. Он необходим, но он бэковый в большей степени. То есть, уже там для дополнительного анализа. Это третье основное наше направление. И в каждое из этих направлений у нас есть как бы собственные продукты, которые мы написали, зарегистрировали, а сейчас активно продаем и внедряем. Возвращаясь в Сбербанк онлайн, действительно, есть чем гордиться. Это уникальное решение. Оно уникальное не только в срезе России и странах СНГ, но, наверное, и в Европе. На текущий момент зарегистрировано и на момент там могут работать системы более 25 миллионов пользователей. Мы не забываем, что пенсии, основное обслуживание населения происходит через Сбербанк. Так вот, 25 миллионов человек пользуются нашей системой ежедневно. Онлайн именно системой. То есть, немножко прийти, да. Или то, что стоит на терминалах там, в отделениях Сбербанка, на терминалах это тоже ваше обеспечение. Да, система позволяет использовать Сбербанклайн как через интернет, так через гаджеты, любые платформы, так и в терминалах, так и в том числе и операционных кассах. В этом случае я понимаю, что пенсионеры вряд ли через айфон будут заходить и управлять своими счетами. Но платить коммунальные услуги они могут через терминалы, которые используют именно наше правилное обеспечение. Вы полностью закрыли эту линейку для Сбербанка. К основному продукту или тут уже нельзя говорить об основном или не основном банковском продукте. Онлайн линейку вы закрыли и есть ли у вас планы по освоению дальнейшей части? Дело в том, что еще раз. Сбербанк онлайн как продукт он развивается. Это не что-то стабильное. Мы работаем, повторяю, на проекте более шести лет. И за эти шесть лет, наверное, удвоение функционала происходит ежегодно. Сейчас, можно сказать, Сбербанк онлайн обеспечивает около 30 тысяч сервисов. Это значит услуги ЖКХ, переводы, планирование, интернет-покупки. Ну вот 30 тысяч сервисов. Они охватывают всю территорию России. И здесь еще необходимо отметить, что специфика работы, к примеру, Дальнего Востока или Центральной России, они отличаются. Это разные поставщики, разные услуги, разный набор услуг. Плюс сами бизнес-процессы, они не стоят на месте. Здесь я рад, что Сбербанк изменяется. Я даю должное Грефу, который заставил слона танцевать. Молодец. Но в том числе я считаю, что за счет этого развивается и бизнес. То есть, помимо наведения просто административного порядка, развивается и бизнес-направление. Мы стараемся не то что угнаться, но может быть даже и предложить что-то новое для него. Есть ли что-то, было ли что-то в этой работе, вот аккордные работы, как иногда принято говорить. То есть, сделали, сдали и дальше только техническое обслуживание. Либо это есть перспектива дальнейшего сотрудничества и развития той же самой линейки. Да, есть перспектива. И здесь я хочу сказать, что Сбербанк онлайн – это именно продукт. То, что локомотивом выступил Сбербанк, честь ему и хвала. Но этот продукт мы активно продвигаем и другим коммерческим банкам. Я считаю, что есть успешные припосылки, что понятно, с другим лицом, с другим дизайном. Но этот продукт будет внедрен еще в других лидерах российского банковской системы. Как вам видится будущее банковской сферы? Будут ли банки с удаленным сервисом, такие как «Океан» или «ТКС» продолжать также динамично развиваться в ближайшем будущем, как это происходит сейчас? Я думаю, что действительно будут развиваться эти банки, но это не будет доминирование над остальными. Как были, так и останутся универсальные банки. И Сбербанк или Альфа-банк никогда не станут полностью электронными. Всегда будут операционные кассы, всегда будут залы для VIP-клиентов. Без всяких сомнений, услуги перейдут в гаджеты, но это будет только часть услуг. Как оцениваете текущую ситуацию в сегменте мобильных финансовых сервисов? Какие тенденции на ближайшие несколько лет в этой сфере будут? Здесь я хочу немножко вспомнить историю собственной деятельности, когда работал, наверное, на перевале 2000-х годов в IT-компании с западным капиталом. И приезжали американские, это был, наверное, 2003-2004 год, американские аналитики и рассказывали, что вот у меня есть телефон и нет бумажника. Я по этому телефону прохожу метро, я произвожу покупки. И только в случае необходимости я начинаю вспоминать, где у меня карточка банковская. Мы об этом смотрели в 2004 году. Я думал, что, наверное, он немножко преувеличивает. Сейчас я вижу, что жить так действительно можно. Можно жить, имея при себе телефон. Опять же, к сожалению, Россия, может быть, немножко отстает даже от стран СНГ. У нас есть интересные проекты в Азербайджане. Так я могу сказать, что уже год в Баку внедрена система цифровой подписи, встроенная в сим-карту. То есть именно та технология, когда человек может ходить сим-карты и расплачивается в магазине, в интернете и так далее. Для этого кошелек именов. И я вижу, что Россия через год, максимум через год, будет тоже внедрена такая система. В чем проблема России в этом плане? Только ли масштабы страны? Масштабы страны и, наверное, излишняя бюрократия. Без этого не обойтись. Чем больше страна, тем больше бюрократии. Как относитесь к появлению смежных решений, таких как, например, переводы в соцсетях через ВПК, проект Моби Деньги, скажем? Более чем положительно. Это тенденция или явное направление, которое, опять же, дошло до нас, наверное, с опозданием на 2-3 года. То есть в Европе это широко используемое решение. Оно должно быть, без всяких сомнений. И мы готовы реализовать в своем функционале и предложить нашим клиентам эти решения, интеграцию с соцсетями, все необходимые механизмы защиты. Но это одно из нишевых решений. На самом деле продвижение в соцсетях, как мы знаем, началось, наверное, лет 5 назад активно. Сейчас уже произошло некоторое насыщение этими услугами. И того взрывного роста в соцсетях нет. Да, и есть наполнение услуг. Но, наверное, завтра появится еще какое-то направление, рядом стоящее с соцсетями. И тоже надо будет интегрировать либо там Мобид Деньги, либо Яндекс Деньги. Следующий вопрос от наших аналитиков имеет отношение к хранилищам данных. Меняются ли подходы банков и сама технология хранения данных, учитывая размах, развитие и, я бы сказал, моду на облачные сервисы хранения? Что предпочитают? Есть ли где-то внешние облака и в них работают? Либо у нас, как некоторые эксперты говорят, предпочитает каждая более-менее крупная компания создавать свое облако? Тема с облаками, она интересна. Она интересна, что о ней все говорят, но реализация именно больших стационарных проектов с облаками нет. Но нет бизнес-приложения. Есть пилоты, не спорю, либо есть какие-то явные нишевые решения. Я бы здесь немножко отошел бы явным образом от темы с хранилищами, потому что хранилище одно из приложений, которое можно использовать в технологии облаков. Точно так же можно фронтальные системы использовать в облаках. Тоже АБС можно засунуть в облако. А облака горят уже, если не ошибаюсь, второй год. Проектов больших, реальных нет. Наверное, рынок еще не созрел. То есть от идеи к решениям. И в первую очередь, я думаю, что это связано опять же с защитой информации. То есть у больших игроков есть серьезное опасение, что поместив облако в штанах, мы никогда не сохраним свои данные. И пока вот это недоверие не пройдет или каким-то образом оно не будет лимитировано, проектов больших не будут. У вас есть эти опасения? У вас лично? Как защищаются ваши продукты? Уверены ли вы в том, что в каком бы облаке, на какой бы территории, над каким бы континентом это облако не плавало, ваше решение? Я думаю, что у меня опасений нет, но я здесь хочу сказать следующее. Чтобы разуверить клиентов, должно быть некоторый набор факторов. Первое – это доказать, что твое решение стабильное, и оно сохраняет все данные. Второй аргумент – это тоже бренд. То есть против хакерских атак, как мы знаем, трудно бречься, и они имеют место быть. И в этом случае должен сыграть имидж компании, надежного игрока, что если в случае конфликтной ситуации он всегда сможет возместить убытки, либо закрыть брейш в самые короткие сроки. То есть работа через браузеры никогда не будет абсолютно безопасной? И вопрос не столько в программных решениях, сколько в поведении как клиентов, которые доверяют или не доверяют, так и компании, которые обеспечивают их безопасность, перестраховывая свои риски потери информации. Правильно я понимаю? Это как гонка вооружения. Есть пуля, есть бронежилет, и дальше по развитию. Вернемся еще раз к последним тенденциям. Поворот России к созданию собственного программного обеспечения. Во-первых, насколько вы чисто российская компания, а то президент у нас знает точно, что Яндекс – это компания, в общем, не совсем российская, хотя считается таковой. Я уже отмечал, что год назад в состав акционера капитала прошли барабейцы. Но условия сделки подразумевают собой сохранение как тактики, так и стратегии на ближайший пятилетний период развития российского программного обеспечения. Это с одной стороны, с другой стороны. Так, чтобы аргументированно доказать, что и президент, и премьер-министр участвовали в сделке, чтобы сочетать эту сделку, мы получили подтверждение от федеральной антимонопольной службы. Компания обладает сертификатами ФСБ и ФАПСИ на реализацию криптозащиты, распространения программного продукта криптозащитного. И поэтому мы относимся к категории стратегических предприятий. То есть никакие возможные санкции, ну по крайней мере не опасайтесь политических рисков развития компании и программного обеспечения. Мы позиционируемся, еще раз, как российские производители программного обеспечения, и я не вижу предпосылок, почему это должно меняться. Ну тогда про национальную платежную систему, которую заговорили в последние полгода-год, с тех пор, как появились там в общем недостатки в международных, политические риски использования международных систем. Участвуете ли в этом процессе, насколько активно? Заговорили насчет национальной платежной системы, наверное, уже три года идут разговоры. Сейчас просто на этапе обострения заговорили больше на эту тему. Но тема, она нам не близка. То есть она не входит в скоп нашей продуктовой линейки и работаем, или будем работать с этой системой только посредственно. Либо по каналам Сбербанка онлайн, либо по другим фронтальным решениям. Непосредственно в этом проекте мы не участвуем. То есть главным подрядчиком на этот момент, по крайней мере, не являетесь создание российской платежной системы. Готово. Мы, если не ошибаюсь, входим в состав совета, который дает рекомендации, но не являемся именно подрядчиком по ее приготовлению. Если возможно, ваш комментарий по некоторым законодательным инициативам в последнее время, например, ввод ряда ограничений для операторов электронных денег, ну или идея ограничить комиссию в платежных терминалах. Да, я понимаю, что две разные. Прокомментируете? Здесь я могу сказать только свое частное мнение, потому что, опять же, этот рынок вне сферы деятельности компании «Арсовсоккаб». Ну, если частное мнение. Частное мнение. Я, опять же, это не первый наскок правительства на эти направления. Регулирование должно быть, без всяких сомнений. И даже более, хочу сказать, что предыдущие действия правительства год или полтора назад, они действительно привели систему из хаоса в какое-то прячение. Сейчас, я считаю, вопрос о тарифах или о чем-то еще может обсуждаться, но само движение должно быть такое. И, в целом, вопрос о функции регуляторов в государстве. Одни говорят, что регулируются слишком многие, другие говорят, что вообще и КТ-бизнес, и в том числе и часть его рынок программного обеспечения никак у нас не регулируется. Вы-то что думаете об этом, как человек, практически работающий в большой, крупнейшей компании? Я считаю и благодарен правительству и товарищу Медведю, наверное, в первую очередь за то, что в 2010 году для IT-бизнеса были выданы существенные преференции. Отказалось налогообложение, в том числе и регулирование. Я считаю, что это дало предпосыл для успешного развития. Я не вижу сейчас тенденции закручивания гаек в этой отрасли. И считаю, что нету полной свободы, но функции регулятора минимальны. Они способствуют движению бизнеса. И возвращаясь к вашим инвесторам, которых вы приобрели в последнее время, вы искали деньги там, где их могут дать, либо намеренно выходили на международный рынок? Можно ли найти, можно ли было найти подобные деньги в России? Не, искали в первую очередь не деньги, а искали стратегического партнера. Я уже отмечал, что последние тенденции пятилетнего периода в России, именно в нашей сфере, программоспечения для банковского финансового сектора, это консолидация игроков, появление мега-игроков. И стратегия показывала, что в одиночку нам, к сожалению, при том, что компания за все 20 лет, она успешная, она прибыльная, она развивающаяся. Но в одиночку мы, наверное, бы не смогли выпрыгнуть или остаться в трюке лидеров. Поэтому, в первую очередь, искали даже в меньшей степени финансовых инвесторов, а в большей степени технологических. Технологических, у которых есть свои бизнес-процессы, свои продукты, но которые явно образом не пересекаются. И условия сделки, мы долго обсуждали, сделка готовилась порядка двух лет, определяла, что стратегия развития собственной продуктовой линейки 100-100-клаб является основой этой сделки. А что приобрели? Приобрели, опять же, технологии, приобрели те бизнес-процессы, которые уже в Западной Европе или в Восточной Европе функционируют, а до России они дойдут через год-через два. Вот что я так думаю. То есть получили практику, знания, поддержку. Я не хочу сказать, что мы никогда не будем пользоваться, может быть, финансами какие-то условия. Почему бы нет? Но это финансовословие не для выживания, а для дальнейшего роста. Хорошо ли масштабируется ваш бизнес? Расскажите о будущем. Как экспансия на внешние какие-то рынки, в том числе отдаленные, IPO, возможно? Что планируете делать? IPO, возможно, но не является самоцелью. Считаем, что еще не отыграна стратегия выхода в топовые банки, топ-100. То есть у нас есть такая стратегия, топ-100 называется. Я повторяю, что она была инициирована порядка трех лет. Я считаю, что пятилетний период должен пройти, чтобы зафиксировать результаты или пересмотреть ее, либо там изменить каким-то образом. Это как бы доминирующее сейчас направление деятельности компании. Ну и перспективы развития рынка софта в целом. Можете оценить как участник этого рынка? Будет ли он активно развиваться? Здесь необходимо отметить, наверное, в разных отраслях будет разная ситуация. Я могу дать там четкие перспективы, только, наверное, ну или относительно четкие свое мнение по банковскому бизнесу. Я считаю, что количество банков будет уменьшаться, но население России, оно будет больше подключаться к банковским услугам. А значит, банковский бизнес будет расти. Раз будет расти бизнес, значит, будет расти и компании, которые обеспечивают этот бизнес непрерывно, позволяют им развивать свои бизнес-процессы и дальше развиваются банки. Темпы роста какие предполагаете? Потому что многие говорят об определенном застое и о проблемах развития экономического в целом на ближайшее время. Как вы связаны с общей конвентурой? Ну, вот предыдущий кризис 2008 года компания вышла, если не ошибаюсь, с 20% ростом. Я думаю, что, не знаю, там будет глобальный кризис, не будет глобальный кризис, 2014 года, но по итогам года, я думаю, не меньше 10% роста будет обеспечено. То есть, что бы ни происходило с металлом, с нефтью, с золотом, деньги остаются деньгами. Еще разок, я бы так не был уверен, если бы занимались изготовлением или продажей железа, но без бизнес-приложений банки не справятся. Никуда им не деться от этого. Либо вы управляете хорошими долгами, либо плохими долгами. Все равно вы должны им управлять. Хорошо, несколько вопросов, если позволите, такого профессионального человеческого плана. Какой вы руководитель? Насколько жесткий и насколько опираетесь на ключевые фигуры в вашем бизнесе или предпочитаете все держать под своим собственным контролем? Трудновато, наверное, 800 человек управлять лично. Стараюсь максимально делегировать полномочия, но в трудную минуту я не отсиживаюсь в кабинете, я нахожусь на капитанском мостике. Ваша, собственно, бизнес-цель исключительно повышение капитализации, как это всегда бывает в бизнесе, либо есть какая-то миссия, которую вы выполняете? Нет, не сама цель. У меня, без всяких сомнений, есть явные финансы, ориентиры и приоритеты, которые я должен достичь. Но мне интересно развивать бизнес как бизнес, не только в финансовой точке зрения. Мне интересно создавать новый продукт, который востребован на рынке. Мне интересно получать лестные отзывы для референсы от клиентов. То есть такая референтная группа для вас чрезвычайно важна. Есть ли какое-то безусловное бизнес-правило, которому вы следуете в вашей жизни, особенно после перехода от работы в государственных органах в частный бизнес? Быть честным с самим собой. А кумиры в бизнесе есть какие-нибудь? На чьи примеры вы ориентируетесь? Ох, как там Кузьма Прутков, да? Не смотри себе, я кумира. И лучше сказать, есть собирательный образ, наверное. То есть нет единого человека, который сказал, что вот он мой кумир, я к нему стремлюсь. Нет. К сожалению, у человека есть и плюсы, и минусы. Они проявляются либо в работе, и плюсы, и минусы, либо в других отношениях. Идеальных людей, к сожалению. А компания идеальная существует? Например, компания, которая вот вам, вы можете считать моделью или образцом развития, как в России, так и за рубежом можно где угодно взять. Я думаю, что мы, сообща с моими сотрудниками, построим эту компанию на базе РСС. Хорошо. Как организуете рабочий день? Насколько жестко, либо оставляете свободное время относительно, чтобы подумать, как говорят, и себе, и сотрудникам? Есть четкие приоритеты, это клиентская работа, это операционный менеджмент, но с другой стороны, если это не четко за планированные встречи или митинги, в любой момент ко мне могут зайти сотрудники, обсудить свои дела. А как относитесь к неудачам? Они бывают в жизни любого руководителя? Стараетесь преодолевать обязательно изо всех сил, либо обходите стороной, заходите с тылу? Стараюсь, прежде всего, проанализировать причины, и если они существенные, вполне возможно отказаться от реализации каких-то методов, либо вообще отказаться от проекта, и начать что-то другое делать. Ну и, наконец, ваше пристрастие в гаджетах, собственно, насколько вы гаджеты зависимы, что носите всегда при себе? Нет, в большей степени это средство коммуникации, без всяких сомнений, руководители должны иметь телефон для операционной, оперативной связи. Наверное, последние полтора года эта продукция Apple, но заметил тенденцию, что надо менять, наверное, опять же, предпочтения и стереотипы, наверное, каждые полтора-два года. Очень семья. Раньше был большим любителем Nokia, но по известным причинам, сейчас, наверное, уже не зачем, наверное, пользоваться этой технологией. Но доминирование Apple, она, как бы, тоже имеет там свою обратную сторону. Думаю, там через годик перейду, как вы, на Samsung. Ну что ж, спасибо огромное, Андрей Николаевич, но я напомню, что гостем нашей студии Jason TV был генеральный директор AirStyle SoftLab Андрей Голковский. Больших вам успехов и всего доброго всем. Счастливо. Спасибо вам большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова